Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, это великолепно, генерал? Да и так, на всем протяжении вала Субтитры создавал DimaTorzok Это 10 линий траншеи, причем все они совершенно самостоятельные Свои артиллерия, продовольствия, склады, минные поля, проволочные заграждения, доты, крабы Вот все, чем располагает сегодня наша великая армия Вы лучший сапер Германии, генерал Я благодарен фюреру за то, что он перебросил меня с Атлантического вала сюда к вам А разве Атлантический вал хуже укреплен, чем Крым? Настроил главным образом министр Геббельс А Крым, Крым Крым, это лучшее, что мне удалось сделать в моей жизни Он действительно неприступен И русские сколько угодно могут тратить снарядов, людей Но перед этими укреплениями ляжет любая армия Разрешите? Слушаю Маршал Василевский сообщает, что час тому назад войска генерала армии Толбухина Завязали бои в районе Севаша и Перекопа Завязали бои в районе Севаши и Перекопа КОНЕЦ Мы бешеный нажим. В них две трети гвардейских соединений. Они разобьются, мои укрепления, генерал. Крым неприступен. Да, но это очень упорные войска. Вы их знаете по Сталинграду. Сталинград? Сталинград не повторится. Сталинграда больше не будет. КОНЕЦ 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 Вон соседи Севаш форсировали, закрепились на берегу, а вы, телефонная барышня, по машинам. Турецкий вал прорубен на узком участке. Надо расширять прорыв, Фёдор Иванович. Почти не слышно крупных холивров. Боеприпасы. Что было, съели. Повезут только завтра в 14.00. Вперёд! Только вперёд! Вон наши соседи Армянска взяли, а мы на месте топчемся. Все сафёрные части на Севаш, во что бы то ни стало построить переправу. Слушаюсь. Михаил Михайлович, запросите обстановку отдельной приморской армии. Слушаюсь. Что там у них на Томане? КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Войскам отдельной приморской армии удалось создать плацдарм и закрепиться у города Керчь. И здесь, южнее, у Эльтигеда. Так, на 4-м украинском фронте? Генерал Васильев не смог прорваться дальше северных окраин Армянска. Упорное сопротивление. Немцы непрерывно подбрасывают свежие части. Войска генерала Крейзера ведут упорные бои межозерных дефилей. Войска генерала Крейзера. Пить. Очень пить хочу. Что ты? Это же соль. А что делать? На. Немножко. Немцы. Передать по цепи патроны экономить. Патроны экономить. Там, в Крыму, асфальтовые дороги. Удобные аэродромы, у нас бездорожье, грязь, гниль, туман, ни сел, ни хуража, совершенно пустые места, опустошенные места. Любой ценой остановить, отбросить за турецкий вал, любой ценой. Хорошие действия, господин сгомандующий. Русские танки по сию полностью уничтожены, остатки отходят. Браво! Ни шагу назад! Держаться и держаться! Стоять! Насмерть! Генерал, убить! Нет. Генерал Васильев не убить. Вперед! Генерал, убить! Тысячу дьявола! Летчики мои с ума сойдут. Столько самолетов, бомбы подвешены не подняться. Увязли в болоте. Сидим, бездельничаем, превращаемся в жабу. Ну, как дела у казак? Ах, дела, дела. Кони подбились, товарищ генерал-полковник. Вот какие дела. Разрешите? Разрешите? Слушаю. Только что установлена связь с Малиновским. На Никопольском направлении сильные отвлекающие бои. Шарнер контратакует Лелюшенко и Цветаева. А что здесь? У Херсона? Тоже контратаки против гвардейцев Захарова. Здесь у противника на левую бережью Плацдарм. В районе Перекопа и Севаша тяжелые упорные бои. Генерал Васильев... Да, да, да. Знаю, знаю. Знаю. Да. Поздравьте его с присвоением звания Героя Советского Союза. Предложите генералу Толбухину дать сведения о потерях в людях и технике. Не вставайте. Вот. Вышел из строя. Такой момент. Товарищ Сталин просил поздравить вас, генерал, со званием Героя. Служу Родине, товарищ маршал. Передайте. Товарищ Сталин. Вы сами ему это передадите. Самолет ждет. Выздоравливайте. Спасибо, товарищ командующий. Спасибо. На проводе ставка. Генерал Антонов вторично предлагает сообщить все потери в людях и технике. Потери, очевидно, интересуют товарища Сталина. Разрешите мне. Спасибо. 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 Товарищ Сталин поправил нас. Приказано прекратить атаки. закрепиться на занятых рубежах и ожидать дальнейшего показания ставки. Я имею честь вручить сегодня высший орден Германской империи генералу Сиксту, награжденному фюрером за отражение советских войск на Крымском перешейке. Хейн Хитлер! Хейн Хитлер! 44-й год будет годом мести и победы. 44-й год будет годом похода нашей армии по маршруту начертанному историю. Крым Хитлер! Паруя! Вариант! Трибе! Берлин! Баку! Бомбей! Человечество Человечество Ш성 Трибе Курей Куда это? Русский парашютист, диверсант, господин генерал. Читай, читай. Читай, если грамотный. Одна за Севастополь, а другая за Сталинград, а будет еще за Крым. Понимаешь, крышка вам тут капут, не понимаешь. А Сталинград, понимаешь? Сталинград, понимаешь? Сталинград, убрать! Сталинград, понимаешь? Убрать! Совсем! Дьявол какой-то. Покойник врал. Сталинград не повторится. Сталинграда больше не будет. Если подвести итог всем нашим предварительным соображениям, будущий год мы начнем с окрушительным ударом войск Говорова из района Ленинграда и Мерецкого из района Новгорода. графически это будет выражаться примерно вот так. Разгромив фельдмаршала Кюхлера, мы снимем блокаду с нашего героического Ленинграда и отбросим немцев в Прибалтику. Это создаст условия для последующего нашего наступления и разгрома прибалтийской группировки немцев. Да и в Белоруссии противнику придется плохо. Так мы начнем наш будущий 1944 год. Это будет наш первый удар. Его мы нанесем в январе. Ну а теперь, товарищ Василевский, давайте перейдем к югу. В окопах грязь, топлива нет, солдаты рвутся в Крым, а Крым немцы заперли накрепком. Без щелей. Как сказать, Федор Иванович, сегодня один матрос прошел линии фронта. Да что он прошел? Здравствуйте, старшина. Здравия желает, товарищ генерал Армир. Старшина второй статьи Чмыга. Расскажите, как перешли линию фронта? Так я же эти места с детства знаю, товарищ генерал Армир. Озера у них укреплены только с берегов, а крылья проволочные заграждения опущены в воду, а середина свободна. Конечно, она взята в прострел по всему зеркалу. Но ночь темная, ветреная, дождик, артиллерия, шагов не слышно, а тем более всплеск. Ну, в общем, прошел. Посмотрим по карте. Пойдемте. Пробыл я в озеро Татарского бугра. Минуточку. Татарский бугра, что же это такое? А, высота 33. Вы не заметили, она сильно укреплена. Здорово укреплена, товарищ генерал Армир. Правда, только с севера, так что, если обойти по воде и удавить с тыла. Вот что, мы вас отправим в подсдарм, будете в разведке. Есть разведка. Разрешите обратиться, товарищ генерал Армир. Пожалуйста. Но я так прошел тихо. А вы, если будете форсировать большими соединениями, тихо не выйдет. Придется с боем. Спасибо. Для того, чтобы наиболее точно и безошибочно решить задачу Юга, необходимо разобраться в этом вопросе более конкретно. Во-первых, намерены ли немцы удерживать Крым? Каковы последние свежие данные? По данным разведки, Гитлер приказал держать Крым во что бы то ни стало. Так. С военной точки зрения это выгодно? Безусловно, нет. Еще бы. 200 тысяч немецких солдат ожидает, пока русские начнут с ними воевать. Они очень бы пригодились к лейству на Южном Бугеднестре. Ну-ка, Гитлер держится за Крым в первую очередь по политическим соображениям. Падение Крыма это падение престижа в Германии, в Румынии, в Болгарии, в Венгрии, в Турции. Крым откроет ворота на Балкан. Наши черноморцы снова получат свою базу Севастополя и станут хозяевами Черного моря. Гитлер насытил Крым войсками и будет продолжать укреплять 17-ю армию именно по этим чисто политическим соображениям. В 41-м и 42-м году армия Монштейна была обескровлена под Севастополем и не смогла выполнить поставленную перед ней задачу перевалить через Кавказский хребет и захватить Баку. Сейчас противник решил повторить наш стратегический ход. То есть немцы хотят обескровить наши армии левого фланга и сорвать наш поход на Балканы? Ну, хотя бы задержать? Немцы, отрезанные в Крыму, верят в неприступность Крыма, свои силы. В умах этих немцев живет идея обороны. Надо ликвидировать эту идею. Там должна созреть и созреет идея эвакуации. Крым конечно нужно освобождать возможно быстрее. Но когда именно? Я считаю, что сигнал к штурму Крыма нужно подать в тот момент, когда войска Малиновского завяжут бои непосредственно за Одессу. Тогда противник лишит своих баз Херсона, Николаевой, Одессы. коммуникации Крым-Констанца и все морские береговые базы Румынии будут находиться под ударами нашей авиации. В Крыму половина войск Румынии. И когда наши войска подойдут к Одессе, идея обороны Крыма сменится идеей эвакуации, бегства и полной обреченности. А это плохие помощники солдат. Все это подготовит почву для политического кризиса в Румынии и Болгарии. Стало быть, только в тот момент, когда войска Малиновского вплотную подойдут к Одессе, вы начнете штурм Крыма одновременно ударами с севера и с востока. Не было еще в истории такого случая, чтобы враг сам прыгнул в пропасть. Нужно подвести его в пропасть и толкнуть туда. Так нужно поступить с 17-й армией. Подвести ее к обрыву и сбросить в Черное море. Но нужно сделать это с наименьшей затратой человеческих жизней. Это и есть те соображения товарища Василевской, из-за которых я остановил вашу операцию. стрелки. Продолжение 17-ю армию, господин командующий. Солдаты знают о Сталинграде. И сознание того, что они находятся в котле... Солдаты забыли о Сталинграде, как забыли о нем вы. Фюрер никогда не произносит этого слова, а следовательно и вы должны забыть его. Солдаты должны понимать, что мы отошли сюда по приказу фюрера. Солдаты участвовали в боях у Мелитополя на реке Молочной, и они знают, почему они отошли сюда. Они думают... Солдаты думать не должны. Солдат, который думает, небоеспособен. Солдат должен стрелять, ходить в атаку и в свободное время заниматься спортом. Положение нашей армии превосходное. Здесь сухие аэродромы. Отсюда мы можем держать под воздействием нашей авиации выдвинувшиеся на запад части противника Кубань, Донбасс и даже Баку. Вот отсюда! День Копольского плацдарма. Мы разрежем армию Толбухина на две части, этот фланг прижмем к морю и уничтожим, а потом снова поход на Донбасс. Вы должны понять, что эта победа приедет, как только подсохнут дороги. Русские будут атаковать наши позиции на перешейке в течение всей зимы. Отлично! Что? Отлично! Пусть сжигают на нашем огне все свои силы, а как только подсохнет почва, наши свежие войска перейдут в наступление. Что? Да, но русские прекратили активные действия. Почему прекратили? Я сам об этом думаю, господин командующий. Я, правда, солдат, но возраст не позволяет мне заниматься спортом, и я думаю. И пока не нахожу ответ. Я так же, как и вы, рассчитывал на их непрерывные атаки. Возможно, что это часть их плана. У них не может быть никакого плана. Они будут атаковать. Будут. До тех пор, пока не просохнет грунт. И пока я вот отсюда, с Никопольского плацдарма, их не раздавлю. Не нравится мне этот Никопольский плацдарм. Что там по-прежнему сидит этот Шернер. Шернер. Да, у него подозрительно много танковых соединений. Это угроза. Несомненно, угроза, угроза реальная. Да, елик и ждет избавления отсюда и согласованного удара со стороны Херсона. Вот здесь мы и нанесем удар. Южное стратегическое крыло немецкого фронта надо разгромить и уничтожить. Вы чем-то обеспокоены. Видите ли, товарищ Сталин, немцы именно здесь и ждут удара и готовятся к контрнаступлению. Они насыщают этот район войсками и пытаются создать перевес сил именно на этом направлении. Мы встретим здесь организованное сопротивление, будут большие потери. Наше наступление не будет для них оперативной внезапностью. Да. Скажите, какой на этом участке фронта прогноз на погоду? Примерно так, ну, в феврале, в начале марта. Предвидится ранняя весна. Правобережье в это время года почти непроходимо. Так. Следовательно, наше наступление в период распутиться будет для них оперативной внезапностью. Я вас понял, товарищ Сталин. Ну вот. Итак, на Украине наступаем ранней весной. Это будет наш второй удар. Мы нанесем его в феврале. Смело маневрируйте имеющимися войсками и техникой в пределах нескольких фронтов. Среди наших генералов имеются, так сказать, собственники. Не мешает напомнить им, что командующий фронтом неудельный князь, а немцы враг посильнее поводцев. Ну, скажу я вам, хлопцы, молодое пополнение до нас пришло. Салютов по радио понаслухались, показилися. Чего? Чего сделали? Показилися. З глузду съехали. Скочить такий хлопчина в окон. Чи горят? Где хрит? Давай хритца! Так ему и дашь хритца. Я сам того хритца только в мертвом виде бачил. Ни як ему очи не подивлюсь. с выражением. А вот пришел солдат Вершков. Пришел в девице. Это еще пытаясь. Сиваш? Сиваш. Мельче кемельче. Давай зараз перефорсируем. Цирк. Слухай, Вершков, так тебе хронт не нравится? Не нравится. Вот ни с того ни сего вдруг строиться начали? Строиться. Не строиться, а совершенствовать оборону. А на кой это нам? Вот пускай немец совершенствует. А нам вперед надо. К Севастополю, да? Молодец, браток. Нет России без Севастополя. Так чего же мы стоим? О, цирк. А вот чего стоим. Скажи мне, Вершков, кто есть солдат? Солдат? Да. Человек угадал, садись. А что сказано в нашем Советском Союзе о людях? Ну, из тех капиталов, которые есть на белом свете, самые ценные люди. Стало быть, Никита, Оржанов, я, ну, отчасти скажем ты. Почему отчасти? Потому что ты ведь еще не полный человек, ты же еще проект. Ты какого года рождения? 26-го. Факт проекта. Да ну! Из тебя настоящий солдат когда еще выйдет? А когда выйдет, поймешь. Если оборону противника сходу не прорвали, значит, стоп, машина. Подтяни артиллерию, подвези снаряды, перебазируй авиацию, потом, столько-то ноль-ноль, покажи иностранцам, что есть советская техника, а потом, пожалуйте, вперед пехота. Техника это сила, но полной зачистки ей не сделают. Нет. Кто может сделать полную зачистку вершков? Пехота? Пехота! Исключительно пехота. Я бы лично сказал, особенно морская пехота. Просто пехота. Она пройдет, сапогом наступит, штыком подчистит, а тогда, пожалуйте, салют из 120-ти орудий. Сказано, пехота царица полей. Ну а ты? Какая ж ты царица? Ты ж проехал. Шшш! Воздух! Вздух! 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 Извили Развай! Вздух! Вздух! Субтитры делал DimaTorzok Сады, 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 море, дворцы, а сколько санаториев мы там понастроили Сам строил своими руками Как подумаю, что по этим дворцам сейчас немец ходит Это мои лучшие друзья, эксцеленс Господин Мюстегиб Фагиль, писатель и адвокат О нет, господин барон, я уже давно не адвокат Я прокурор, мое сердце ожесточилось Оно измучено долгой разлукой с родными местами Я ведь родился здесь, в Крыму Так же, как мой друг, господин Идиги Кемаль Я рад приветствовать ваше превосходительство В вашем лице благородной армии фюрера Лучшего друга турецкого народа Сегодня командующего великолепное меню Крымские вина, немецкие котлеты с румынским гарниром И подозрительные восточные сладости Почему котлеты, генерал? Ну, бифштекс Бифштекс по-сталинградски Слушайте, вы, румын, что вы? Турки Мы, конечно, нейтральные Но у нас есть сердце Турки не могут воевать Пока Но сердце турок С вами Наш премьер-министр, господин Сараджогл Сказал высокому послу фюрера, господину фон Папину Каждый турок страстно желает уничтожения России Уничтожение России является подвигом фюрера Который может быть совершен раз в столетие Наш премьер-министр считает Что русская проблема может быть разрешена Германией Если будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России русских Каждый турок Даже пишущий для англичан Ялчин Не может думать об этом иначе Вас наводят на грустные размышления эти турки? Ерунда Они нам пока необходимы Они сейчас пропускают наши суда через проливы Выполняя конвенцию в Монтре Но наши дела в Крыму не блестящие Вряд ли они что-нибудь теперь пропускают, генерал Неужели вы думаете, что все, чем мы располагаем в Черном море Сплавлено по Дунаю? Вы наивны? Нет, я не наивен Семь дивизий румын здесь, в Крыму Думают, что они защищают новую румынскую территорию Турки, пропуская оружие людей сюда, в Крым Думают, что Крым будет турецкой территорией Вы немцы, вы презираете нас и их И думаете, что Крым будет немецкой территорией Мы смеемся, пьем вино и на расшутим А там на севере стоят армии генерала Толбухина и молчат Зарылись в землю и молчат Это, кажется, называется загадочная русская душа Нет, генерал, дело не загадочной русской душе А в неразгаданном плане одного человека Знаете, на севере есть такой большой город В этом городе стоит старинная крепость с таким странным названием Кремль Теперь о сроках Начало штурма Крыма определил товарищ Сталин Это будет момент, когда войска Малиновского завяжут бои за Одессу Что вам необходимо для этого, товарищ Малеровский? Разрешите? Пожалуйста Нам не хватает подвижных войск Танков, кавалерии Одну минуту Передайте, пожалуйста, расчеты товарищу Толбукину Нет, для сведения, что ли, товарищ маршал? Посмотрим Войска заберут у нас Попомните мое слово, товарищ Толбиск Аппетит у моих соседей, я б сказал Приличный Что могут и соседа съесть? Вряд ли, товарищ маршал Сосед для них, пожалуй, великоват Малиновский даже казачьи корпуса требует И сколько сабель просит уставки? Ставка не даст ни одного всадника из резервов Вот оно что Почитайте Это же грабеж Я не понимаю, товарищ Малиновский Зачем вам нужны казаки? Не из зависти, Федор Иванович Мне в два прыжка надо ворваться в Румынию Весной в Распутицу Мне без кавалерии не выполнить эту задачу Что же вы и танковые соединения требуете? Прошу И то же у нас? У вас А как это называется на русском языке, товарищ Малиновский? Концентрации войск на нужном направлении Нет, иначе Но оперативное взаимодействие соседних фронтов С маневром, имеющимися в наличии силами Нет, Родион Яковлевич По-русски это называется раскулачить Вот как это называется Нет, я ведь не из каких-нибудь там соображений Я понимаю вас Я неудельный князь Ни немцы, ни полурцы Но ведь надо мной Шернер висит На Никопольском плацдарме Посмотрите, сколько войск уклейся в Херсоне Он как дятел долбит Хочет пробиться к перекопу Через вторую гвардейскую Спросите у генерала Захарова, каково ему там Мы ежедневно отражаем атаки немцев в районе Херсона Вот поэтому первой задачей Третьего Украинского фронта И будет ликвидация Никопольский и Кирсонский группировок На первом этапе вы им поможете, а затем вам останется только Крым Хм, только Вам поможет отдельная Приморская армия Черноморский флот Одной только авиации сколько прибавится Перегруппировку частей делать скрытно и быстро Так, чтобы немцам и в лоб не влетело, чтобы мы переполовинили наши войска Слушайте Ну, Родион Яковлевич, смотри Чтобы от Шернера и Клейста дым остался И дыма не останется Я им устрою такие канны Нет, кан не хочу Тканы устарели Ты им Сталинград устрои Рад приветствовать вас, господа, на нашей земле Чувство благодарности повергает меня к вашим ногам, господин генерал Однако выражение «наша земля» в ваших устах Для турецкого уха не слишком благозвучно А как звучат для вашего уха реальные семь дивизий румынской королевской армии Которые здесь имею честь представлять Но это не столь значительно Как не менее реальные сотни тысяч моих единоверцев Крымских турок Или, как их называют, татар Которые счастливо будут влиться в лоно народов Турции Я не имею чести знать, сколько десятков тысяч немцев живет в вашей Анкаре Но я думаю, что их там в последнее время появилось очень много И в связи с этим Не допускаете ли вы мысли о том, что в один прекрасный день Они захотят влиться в лоно Германии Вместе с вами, Крымом и Персией Я вижу, вы уже познакомились с моим другом генералом Тодореску Я очень рад Он всегда шутит, он всегда шутит Он совсем не политик, наш милейший генерал Тодореску Он храбрый кавалерист Простите Господин генерал Господин генерал Прошу простить Пойдем Они никаких Неприятные вести 14 января под Ленинградом и Новгородом Русские прорвали фронт Успокойся Кюхлер разбит 11 наших дивизий уничтожено Успокойся, войска бегут Сталинград, Ленинград Какой же следующий Град А может не град А поль Здесь на юге поль Мелитополь Симферополь Севастоп Передайте маршалу Василевскому, что я у аппарата Запросите обстановку на фронте Передавайте Подготовка к выполнению вашего приказа Закончено Войска 3-го и 4-го украинских фронтов Нацелены для выступления Есть Наступление На правобережной Украине Начинать Сегодня Комменти Севастоп Шевастоп 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 $ КОНЕЦ Почему так тихо? Почему так тихо? Фронт прорван, наша техника тонет в грязи, я бросил все, чтобы спасти хотя бы часть людей. Кто мог подумать, мой фюрер, что они начнут свое наступление так рано, так внезапно, в грязь? В распутицу, ведь сейчас март, мой фюрер, только март! Бам! Бам! А, Александр Михайлович! Поздравляю вас с успехом! Блестящие операции! Еще две немецкие армии перестали существовать! Да, второй удар, как и первый, был неожиданным для противника. Монштейна и Клейста постигла участь Кюхлера. Теперь очередь за Еннерой! Армия рвется в бой! Я, собственно говоря, докладываю решение Ставки. Товарищ Сталин приказал уносить удар по Крыму с двух сторон. Со стороны Перешейка, войсками 4-го Украинского фронта, и со стороны Керченского плацдарма, войсками отдельной приморской армии Еременко. Кто начинает? Начинать будете вы, а Еременко будет выжидать. Когда нервы Еннеке сдадут, и он начнет снимать свои части из-под Керчи и бросать навстречу вам, ударят приморцы. Ну, скажем, это случится... На третий день. На третий день, товарищ Сталбухин. Снятые немецкие части будут уже в пути, в равной мере удалены от вас и от нас, и в решительный момент не смогут принять участие ни в отражении ваших атак, ни у нас на Керченском. Куда? Кутька. Не стрелять! Беречь патроны для страшного суда, понял? Понял. Повтори. Беречь патроны для страшного суда. Румынские части, генерал, нуждаются в твердой руке. Они теряют боеспособность. Они думают только о бегстве. Русские чрезвычайно быстро подходят к границам Румынии. Солдаты думают о судьбе своей родины. Они хотят защищать ее. Они никого не хотят защищать и ничего не хотят защищать. Если вы не поднимете ей боевой дух, я буду вынужден в них стрелять. Румыны тоже не безоружны. Вы смеете мне угрожать? Я не угрожаю вам, генерал. У нас общий интерес. Но выполнить приказ генерала Шернера мы не в состоянии. Солдаты начинают думать. И не только румынские солдаты. Какого дьявола лейтенант заставляет пускать ракеты? Я уже ослеп от них. У меня уже гейнс. Ты слышишь, гейнс? От этих зеленых ракет тут такие вот красные круги. Ты слышишь, гейнс? Слышу, не ной. А ты попробуй в темноте постоять минут двадцать пять. Открадется к тебе какой-нибудь Иван, заданет тебе прикладом по чердаку. Интересно, какого цвета круги тогда у тебя пойдут. Какого черта нас держат здесь? А это не твоего ума дело. Твое дело воевать, а не думать. За тебя фюрер думает. Хай, Гитлер. Хай. Думает. За меня фюрер думает. Неизвестно чем только. Вода. Везде вода. Эх, Севаш, Севаш. Встать! Смирно! Дежурный по штабу майор Андреев. Здравствуйте, товарищ майор. Здравия желаю. А что ж хозяина не встречает? Генерал-лейтенант на передовой, сейчас придет. Товарищ командующий. Попрошу вас развернуть карту, товарищи. Малиновский подходит к Одессе. Скоро начинаем мы. Так вот, товарищи, если мы прикажем начать артиллерийскую подготовку, как у вас будут дислоцированы силы? Генерал-майор. Сядьте, пожалуйста. В направлении главного удара, я предполагаю, на километр фронта поставить 250 столов. Нет, нет. Я вас не об этом спрашиваю. Так вы будете отвечать корреспондентам газет после окончания операции. Я прошу вас доложить мне ход операции с такой подробностью, с какой вы будете давать задание командирам полков и бригад. Я хочу проследить вашу мысль во всех деталях. Я хочу услышать от вас, где, в каком районе, в какой именно точке этого района будут стоять ваши подразделения, включая самые мелкие. Я хочу с вами, товарищи, разыграть это сражение на картах самым подробным и точным образом. Вот командующий 2-й гвардейской, садитесь, пожалуйста, товарищи, ежедневно занимается со своими гвардейцами на учебном поле, отрабатывает действия каждого отдельного бойца. Здесь наше учебное поле. Я прошу вас докладывать максимально приближенно к боевым действиям. Никаких общих слов. Я вас слушаю, генерал-майор. Отставить! Отставить! Не годится, никуда не годится. Вы должны как можно ближе держаться к огневому валу. Ну, чего вы боитесь? Непонятно. Ну, на сколько метров разлетаются осколки от 152-миниметровой гаубицы? На 60 метров. И все, все! Остальные радиусы еще меньше. Стало быть, дистанции в 150 метров абсолютно безопасны. Ну, ти-ка. Кто-нибудь из цилиндрадцев есть здесь? Я, товарищ генерал-лейтенант. Ну, вот вы. Ходили в атаку за огневым валом? Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Ну, что же, бывали в вашем подразделении жертвы от своего огня? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Кто-то! Прижмешься к валу, и свою жизнь сохранишь, и немцам потери нанесешь. Ты не бойся. Как только подойдешь к валу на близкую дистанцию, вал сейчас же сделает скачок вперед. На 100 метров. Пробежишь эти 100 метров, вал снова на 100 метров впьет. Так, брат, до самого биглина без царапины дойдешь. Верно, товарищ генерал-лейтенант. Пойдешь с первой цепи, не оглядывайся, смотри вперед. Враг впереди. Его нужно сокрушить. Раздаются за спиной выстрелы, не смущайся. Если в первой траншее остались немцы, их добьют идущие за тобой. А ты все вперед. Вперед без остановки до самых артиллерийских позиций. Таким образом, этот крупный подвижной отряд, не ввязываясь в бои, пойдет окольными путями на Севастополь. Одну минутку, товарищ коррозу. Это слишком схематично. Так сказать, чертеж. Надо, чтобы ваша мысль обросла мясом, стала более конкретной. Мне непонятно, например, что это за окольный путь. Почему вы предполагаете, что на нем будет мало войск противника? Ну что, басенька, давайте все с самого начала. Так сказать, от печки. Что? Кажется... Нет, нет, ничего, товарищ генерал. Я сейчас начну сначала. Мне показалось, что вы вздохнули. Разве? Ну что ж, возможно вздохнул. Жарко здесь. Я именно об этом и хотел сказать. Температура накалилась. Проветать бы помещение. Солнышко. Я не заметил, как пролетело время. В том, что нам иногда приходится чувствовать себя учениками, ничего скверного нет. Великая Академия Сталинградской битвы и полторы тысячи километров пройденного пути заставили нашу армию на новую, высокую ступень. Наша армия должна быть не только храбрая из храбрых, не только самой справедливой, гуманной и культурной армией. Она должна быть армией самой точной и зрелой военной мысли. Армией самых бескровных побед. Действительно, Сталинской армии. Солнышко. Простите, отвлекся. Я вас слушаю, товарищ Крейзер. Командующему южной группой Афельдмаршалу Клейсту. Так как расчет на непрерывные атаки русских, в результате которых можно было перемолоть стоящий у стен Крыма армия, не оправдался, прошу поставить перед фюрером вопрос об эвакуации из Крыма в войск 17-й армии. Сколько у вас в наличии стволов? 400, товарищ командующий. Здесь указано. Это время начала артиллерийской подготовки, это залпы РС, а это ложный перенос огня. Ложный перенос. Этот график они усвоили еще на Молочной, под Никополем и в других сражениях. Ну, вы откроете огонь из 400 орудий, они переждут его в лисьих норах. А дальше что? А дальше, когда вы перенесете огонь на дальние траншеи и пехота пойдет в атаку, они вылезут и так вас встретят. Нет, этот график не годится. Присядьте, пожалуйста. Сергей Георгиевич, тут у нас с генерал-майором вышел спор по поводу графика артиллерийского наступления. Расскажите, как у вас намечен график? Стало быть так. Машу Атеи Воронов предложил нам обмануть немцев, так сказать, на совесть. Есть у меня 800 стволов. В 8.00 я открываю огонь. В это время пехота накапливается в усах и готовится к прыжку вперед. Немцы уходят от меня в 3-4 линии и ждут переноса огня. Даю перенос в половину стволов, а остальные 400 держу в кармане в запас. Все мои немцы обращаются в 4 линии, чтобы встретить пехоту. Доставляю им это удовольствие. Мои бойцы кричат «Ура!» и выставляют из усов чучела. Что выставляют? Ну, чучела. Обухровенные чучела, как на городе, но из соломы. А сверху украска, шнель, все как полагается. У меня их уже три тысячи изготовили и делают еще. Прекрасно, батенька мой. Немцы открывают у чучела огонь, расцепечивают все свои точки, и тогда я их накрываю огнем из 400 стволов своего собственного карманчика. Немцы первое время не понимают, что случилось. Пытаются уйти от артиллерийского огня в 3-4 линии, но их обрабатывают первые 400 стволов. Через полчаса я снова даю им паузу, снова выставляю чучела и снова накрываю огнем. На этот раз чучела у меня остаются в усах, а войска цепями, обязательно цепями. И у каждой цепи самостоятельная задача быстрым темпом проходит турецкий вал и выходит к ишуньским позициям. Это уж особая тема. Будьте любезны, возьмите этот график, продумайте его еще раз и доложите мне в 23.30. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сталинград! Ленинград! Косин Шерченковский! Полный разгром! Почти конец! Солдаты рвутся на родину! Пока не поздно! Пока у нас Одесса! Мы должны эвакуировать Крым! Что? Что еще? Одесса! Передавайте! Сегодня, 8 апреля, 8.00. Приступаем к выполнению вашего приказа об освобождении Крыма. Главное приказа об tastesении Крыма! なるほど, полный разнич admitите! Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, какие меры приняты наркоматам земледелия по подготовке весеннего села в Крым? Продолжение следует... 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 Сейчас пойдут гвардейцы Захарова... Ну... Ну... Вперед... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего воно кричит. Не кричи, добрый. Не кричи. Не кричи! Иди. Ворвай. Цирк. Танки ворвались в Армянск. Я приказал вам перебросить 117-й пехотный полк и танки резерва. В бой водить прямо с маршалом. Генерал Захаров успешно продвигается. Армянск взят. Потери? 260 человек. У немцев подсчитано 7 тысяч убитых. Через Киркеницкий залив генерал Захаров отправил десант. С выходом в тыл к ишунским позициям. Куда должны выйти войска генерала Крейзера? Обстановка на Сиваше. На главном направлении противник оказывает упорное сопротивление. На второстепенном направлении корпус Кашевого пробил брешь. Пробил брешь? На второстепенном направлении, товарищ Сталин. Соедините меня с маршалом Василевским. Здравствуйте, товарищ Василевский. Доложите обстановку на участке Кашевого. Кашевой захватил первые линии траншей на высоте 16-6, северо-восточнее Тархан. И захватил Тайтюбе. На главном направлении перемена пока не наметилась. Полководец не должен быть фетишистом плана. План не догма. Снимайте часть силы резервы с главного направления, перебросьте на второстепенное и развивайте успех. Оборона надломлена, сломайте ее. Ищите ключ к развязке операции на второстепенном, Томашовском направлении и превратите его в главное направление. Приступаю к выполнению вашего приказания, товарищ Сталин. До свидания. Товарищ Сталин приказал вводить армейские фронтовые резервы в этом направлении. Томашовка? Да. Вы должны держать, Томашов, и высоту 33, любой ценой. Я ничего не могу сделать, генерал. Это замок Крыма. Силька моих солдат надломлена. Если Толбухин сорвет этот замок, если это случится под суд. Вы же сами, товарищи, мы рассказывали об этой высоте. Так что вам и книги в руки. Есть провести батальон в тыл к высоте 33. Спасибо, товарищ старшина. Эта высота – замок Крыма на пути к Севастополю. Понятно. Разрешите выполнять приказание? Выполняйте. Есть. Крыма на пути к Севастополю. Крыма на пути к Севастополю. Спасибо. Начинайте демонстрацию атаки высоты в топ. Слушай. Погасить прожектора. Есть. Погасить прожектора. Чutet interpreted к Севастополю. Крыма на пути к Севастополю. Чubby Сигнал к атаке? Есть. Войска вышли на оперативный простор. Желаю удачи. До свидания. Войска вышли на оперативный простор. 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 ПЕСНЯ 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 Мы на этих горах, браток, в 41-42-м 250 дней стояли. Их-то сколько осколки. Здесь это наши тульские, а это со всей Европы. Что это? Дот был. Да нет, под дотом. Смотри. А может это немец? Нет, браток. Поле боя тогда оставалось за ними. Своего бы они схоронили. А вот наших, что стояли на этих высотах насмерть. Ты пойди в траншеи, я тут один. Покурю. Смирно. Сидите, сидите. Табачок-то есть. А как же, товарищ генерал? Табачный край. Разжились солдаты. Как звать? Гвардия сержант Аржанов Пётр Михайлов. А вас? Гвардия рядовой Никита Степанюк. Так мы с вами, товарищ генерал, Вед Сталинграда идем разом. Гвардия рядовой Сержков Сергей Иванович. Гвардия рядовой, спасибо. Ах, вот это кто. Я думаю, что это за орденоносцы такие. За что ордена получили? За форсирование острова, товарищ генерал. В обход высоты 33, товарищ генерал. Ну что ж, за дело получили. А где ваш проводник в Черноморице? Мы тебе, браток, памятник поставим. Из белого камня. Инкерманского. Только бы нам через эту горку перевалить. Ну что, высока горка? Да. Посопишь, пока влезешь. Потому и называется Сапун-гора. Скажи, пожалуйста. Так стало быть, это и есть Сапун. Слыхали? Как думаете, солдаты? Сберемся на эту горку? Да ведь надо бы, товарищ генерал. Горка-то своя. Севастополь держать. Все атаки должны быть отбиты. Я не могу ручаться, пюре. В отставку. Вас заменит генерал Альмендингер. Альмендингер. Да поможет ему Бог. Севастополь надо держать. Надо держать. Надо держать. Ну, держи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Это продолжается уже пятый час. Солдаты моих частей не выдерживаются. Не выдерживающих расстреливать. Мне докладывали о случаях сумасшествия. Там, в центре этого ада, солдаты сходят с ума. Сошедших с ума расстреливать. КОНЕЦ Слушай, Халатыш, я тут одно заявление написал. Прочти, может, ошибка есть. Меня убьют. Понятно. Считат коммунистом. Никаких ошибок нет. Отдавай лейтенанту. Спасибо. На Родину! На Сталина! Вперед! Ура! 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 С двоем. Не ушли. Не уйдут. Адмирал Артемрский плотно запер все выходы. КОНЕЦ Дайте прямую погоду в второй линии! КОНЕЦ УПОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ Пока ни в одном месте фронт не прорван. КОНЕЦ КОНЕЦ Прошу усилить авиаподдержку! Авиаподдержку прошу усилить! КОНЕЦ КОНЕЦ Буря! Я ветер! Я ветер! Отставить Миккензию! Отставить Миккензию! Переключайтесь на Сапун-гору! Как поняли, приём! КОНЕЦ Немцы переходят в непрерывные контратаки. Прогрязаем оборону метр за метром. КОНЕЦ Голубчики, артиллеристы, таньте прямой по-левому! Не пускаем! КОНЕЦ По-левому! КОНЕЦ Спасибо, Голубчики! КОНЕЦ КОНЕЦ Крепко держится на второй день. Там фонтирующие доты. Ах, высока ты, матушка! Шкурбовое знамя! Передайте командиру Севашского полка! Я поручаю ему водрузить это знамя на Сапун-горе! КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ КОНЕЦ 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 Смотрите, смотрите! Скори! Чёрт! Возьми! Везти с минуты отходит мой самолёт! Возьми! 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 Берите неведно вашу машину, сгоняя полка! Если через тридцать секунд вы не двинетесь вперёд, я прикажу сбросить вашу в турять, господин генерал! Я не понимаю, почему вы так торопитесь? Вы считали Крым турецкой территорией? Вы тоже считали Крым румынской территорией! Вы! Если вы сейчас же не берёте вашу машину, я прикажу своим солдатам! У меня тоже есть солдаты! Не смейте называть ваш татарский сброд из карательных отрядов солдатами! Они воевали только с женщинами-детей! Сейчас они вам покажут, как они умеют воевать с румынами! Ахмад! Сбросит его машину! Канад! Скажи! 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 ... ... Подымайте турецкий флаг, капитан! В нем вышли из русских территориальных вод! Все равно поднимайте, они потопят нас. КОНЕЦ Ничего. Мы отстроим тебя, Севастополь. Ты будешь лучше, сильнее, чем был. Четвертый удар мы нанесем на Карельском перешейке. КОНЕЦ